Лодки на другую глубину при помощи понтонов для работы с последствием могут быть эффективны. Ну, вы, наверное, прекрасно знаете, что никаких ядерных боеголовок на этой лодке не было и нет. Это то, что касается ядерных боеголовок. Значит, то, что касается ядерного реактора, то постоянно идёт забор воды, вы знаете, не только нами, и вот норвежцами идёт забор воды. И воздуха. Значит, традиционная обстановка абсолютно нормальная, она точно такая же, как будто там и не было этой подводной лодки. На самом деле, и вправду, достаточно большая часть экипажа должна была находиться в той части лодки, которая оказалась в режиме молниеносно протекающей катастрофы. Но, с другой стороны, по расчётам специалистов и военно-морского флота, и проектантов, в принципе, должно было быть достаточно времени для того, чтобы эвакуироваться в безопасные отсеки. Спасибо, Юрий Алексеевич. Применем остается мало. Илья, ещё, ещё. Илья Алексеевич. Так вот. Спасибо. 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 Спасибо.